Первое, что видит любой диабетик, повышенный уровень глюкозы в крови. Но это лишь самый заметный симптом опасного недуга. Хроническая гипергликемия отражается на всех органах и тканях, однако последствия сразу не разглядишь. Они становятся заметны лет через 5, а то и 10, когда без помощи врачей уже не обойтись. Тотальный контроль уровня глюкозы – занятие утомительное, но это единственный способ сохранить здоровье. Тем, кто не воспринимает болезни всерьез, рано или поздно придется поплатиться за свою беспечность. Игнорирование диагноза может спровоцировать тяжелые осложнения. Так у 90% пациентов с сахарным диабетом страдает зрение. Лопаются мелкие сосуды в сетчатке. Организм, защищаясь, генерирует новые, но более хрупкие капилляры. И кровоизлияние случается все чаще. Появляются блики в глазах, как мы в простонародье говорим, самошки летают. Началось с правого глаза. Зрение начало падать где-то с 2016 года. То есть где-то в 57 лет мне было. На операцию я пришел со зрением. Один глаз был 70%, второй глаз был где-то в проливах 30%. Это очень такая тонкая болезнь в том плане, что притупление идет болевых восприятий в диабетиках. И ты иногда не чувствуешь. И даже в чем она заключается? В том, что есть силы, но нет здоровья, как говорят. А нет здоровья в чем? Нельзя тяжелое поднимать. Нельзя делать резких движений. Ну, а коль есть силы, ты самопроизвольно где-то дергаешь или что-то поднимаешь тяжелое. А оно вот так раз оказывается, проявляется тем, что сосуд лопается, кровь выпрыскивается. Избавиться от диабетической ретинопатии нельзя. Игнорировать опасно. Это может привести к слепоте. Регулярные осмотры у окулиста позволят вовремя заметить изменения и сохранить зрение. Раз в год для профилактики и 3-4 раза при наличии осложнений. Особенно тщательным обследованием должно быть у женщин при планировании ребенка и во время беременности. Поскольку это считается сосудистым заболеванием глаз, то, как правило, диабетическая ретинопатия, то есть изменение со стороны сетчатки происходит уже при стаже сахарного диабета в 5 лет. У детей до 10 лет изменения со стороны глаз крайне редко встречаются. Бывают эпизодические случаи тяжелые. При сахарном диабете 2 типа чаще всего встречается макулярная патология до 60%. Это, как правило, сахарный диабет 2 типа. И при сахарном диабете 1 типа это более тяжелые изменения на сетчатке, пролиферативная диабетическая ретинопатия. И основной метод лечения на сегодняшний день при изменении сетчатки, при диабетической ретинопатии – это лазерное лечение. Обычно на каждый глаз, ну, где-то 3 этапа, то есть в сумме где-то до 6 раз придется посещать пациенту, офтальмологическую больницу, лазерное отделение. Ну и, конечно, даже после лечения требуется тщательное и динамическое наблюдение у окулиста по месту жительства. Люди с диагнозом «сахарный диабет» часто подвержены и заболеваниям полости рта. Пересушенная слизистая оболочка легко травмируется и долго заживает. Меняется и состав слюны. В нем, как и в крови, повышается уровень глюкозы, что приводит к росту зубных отложений, воспалению и кровоточивости десен. Поэтому диабетикам требуется уделять особое внимание профилактике. Основное – это очень хорошая гигиена полости рта. То есть человек сам должен дома чистить хорошо зубы, должен регулярно ходить к стоматологу. Тогда доктор будет видеть, снимать зубные отложения вовремя, проводить какое-то курсовое лечение, которое мы при пародонтите проводим. И то же самое касается и протезирования. Потому что если отсутствующие зубы, которые и без того страдают при сахарном диабете, десны – это опорно удерживающий аппарат зуба, то их подвижность, их перегрузка будет приводить к быстрой потере зубов. И если все вовремя делать, посещать врача, протезироваться, следить за этим, то, конечно, на протяжении всей жизни можно сохранить относительно здоровые зубы, пользоваться ими. Расправившись с мелкими сосудами, сахар бьет по крупным – тем, что питают нервные окончания, связки и кости. В первую очередь от недостаточного кровоснабжения страдают самые стойкие и самые нагруженные части тела – ноги. Переломы, вот у меня уже 4 года они преследуют. Сейчас конкретно у стеопороз в том году, в марте, перелом левой ноги. Не зажила еще толком. Через полгода поломалась. Вот сейчас конкретно правая нога – перелом. В Омске не берутся делать, потому что кости рассыпаются в муку. В курган будем делать запрос. С нечувствительностью стоп сталкивается 5% диабетиков со стажем. Человек попросту не замечает, что получил ожог, поранил ногу или натер мозоль. При ослабленном иммунитете любая мелкая травма может перерасти в язву, а потом и в гангрену. Безусловно, большинство пациентов, первый раз столкнувшись с этой проблемой и просто увидев соседей по палате, очень серьезно начинают относиться к своему заболеванию. Они, безусловно, более серьезно относятся к уровню гликемии, обращаются к эндокринологу по месту жительства, нередко заходят к хирургу, падиатору, проводят контрольные исследования сосудов нижних конечностей. В таких случаях пациентам достаточно легко оказывать помощь, потому что они сами мотивированы, и, безусловно, что доктор уже знает о течении их заболевания. Бывают те случаи, когда для пациентов ампутация не является той страшной вехой. Они продолжают, так скажем, нарушать режим. Но свой главный удар сахарный недуг наносит по сердцу. Перенасыщенная глюкозой кровь поражает опоясывающие его нервы и коронарные сосуды. Артерии обрастают холестериновыми бляшками. И уже не могут в полной мере пропускать кровь и питать сердце и ткани кислородом. Начинается с того, что случаются мелкие тромбозы, и там уже, когда присоединяются и поражаются большие сосуды, то и приходится нам бороться именно с сосудами, которые более полутора миллиметра. Пациенты, которые поражают сосуды сердца, они тоже... Очень высокий болевой порог у них, и поэтому зачастую они приходят уже с такими поражениями, которые иногда хирургически тяжело устранить. При некомпенсированном диабете быстрее развиваются инфаркты и инсульты. От сердечно-сосудистых заболеваний умирают 50% таких пациентов. То есть в 2-3 раза чаще тех, у кого нет сахарного диагноза. Поэтому после операции на сердце нужно строго соблюдать рекомендации врачей. Вот в 4-м году прооперировал, значит, в 12-м инфаркт, и в 13-м сделали шунтирование, замена сосудов на сердце, коронарных сосудов. На инсулин перевели после АКШ, да, на сердце. Стрессовое состояние, как мне объяснили, организм к таблеткам. Только инсулин. Потому что во время операции всегда на инсулин держат, стараются держать. От курива отказался в первую очередь. Вот только первая операция сразу. 15 лет уже не курил. Отказ от вредных привычек – главное из того, что может сделать диабетик для здоровья своего сердца и без медикаментозной поддержки. Но в остальном наблюдение врача обязательно. Основной параметр контроля диабета – гликированный гемоглобин. Снижение его уровня хотя бы на 1% уменьшает риск развития микрососудистых осложнений на 25%. Мы выставляем цели лечения. Если людям, не имеющим осложнений, не имеющим каких-то коморбидных состояний, мы говорим, что натощак сахар в пределах 6,5, можно иметь гликированный в пределах 6,5, сахар в течение дня около 8, то людям, уже имеющим ишемическую болезнь сердца и так далее, мы делаем менее строгие цели лечения. Натощак менее 7,5 в течение дня, до 10 допустим сахар. Именно с тем, чтобы если сахар начнет снижаться, у них были резервы, были цифры, при которых еще не случится тяжелая гипогликемия и не случится острая ситуация, сердечно-сосудистая катастрофа. Конечно, бывает. И звонят, и говорят, я не помню, уколол или нет, и что делать. Ну, конечно, если вы уже сами за собой замечаете, что забыл, я всем своим пациентам рекомендую повесьте на холодильник, на магнит какой-то график, ставьте плюсики, что ввел продленный, плюсик поставил. Потому что бывает, что каждый день, это каждый день рутина, которую можно забыть. Если это продленный инсулин, то если вы сомневаетесь, а вдруг ввел, но не помню, конечно, лучше, наверное, второй раз не вводить. Просто проконтролировать сахар через некоторое время, через 2 часа на утро, лучше мы добавим короткий, чтобы нейтрализовать повышение сахара. Если уже передозировал, понял, что передозировал, конечно, там нужно съесть лишних углеводов, длинных углеводов, то есть это хлеб, каша, картошка, что-то то, что будет держать длительное время. Что касается передозировки короткого инсулина, короткий инсулин действует около 3-4 часов, поэтому тут менее длительный промежуток напряженного ожидания. Естественно, сразу съели избыток углеводов, но не надо часто это себе организовывать, потому что сахар будет все равно колебаться, и вес наберете. И контролируем сахар, то есть тратим лишние полоски, почаще смотрим сахар. Не надо пугаться, должен быть сразу анализ ситуации, что произошло. Прием лекарств – лишь часть терапии. Ощутимый положительный эффект в лечении дают здоровое питание и активный образ жизни. Наши герои на собственном примере доказывают, и с диабетом можно прожить долго и без осложнений. И если у вас та же история, история болезни, не игнорируйте ее, примите свою особенность здоровья. Диабет не приговор, а веский повод окружить себя вниманием и заботой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова